Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о создании электронных книг. Тема узкая, не уверен, что даже 10% зрителей канала регулярно пишут книги и задумываются о том, а как бы их перевести в электронный вид. Но лично я регулярно перевожу тексты из док в FB2, чтобы читать их дороги. И для этих целей инструмент ридера также прекрасно подойдет. Хотя изначально сервис конечно не про это, а про книга-издание в цифровую эпоху. Электронные книги читают многие, а значит сервисы по прямой продаже электронных книг от автора читателя должны быть востребованы. Здесь автор сам загружает книгу и выставляет за нее цену. А еще ридер опечатает книги, но мы этого касаться точно не будем, а посмотрим как эти книги собственно создаются. Начинается все с добавления текста. Загрузить текст без регистрации он не дает, что логично. Войдем через Google аккаунт и загрузим текст. Он понимает все текстовые форматы, включая ODT, OpenOffice, что приятно. Указываем название и загружаем книгу. Чтобы не нарушить чьи-то права, я нашел свой старый доклад на богословской гагнестранной конференции. Да, было же время. Покажите мне книгу, отдайте мне ее. Сейчас, говорит ридера, мы ее создаем и заодно показываем вам рекламу. Вот, создали. Ну что, очень прилично выглядит. Обложка, конечно, не очень, но это поправимо. А книга прямо как настоящая. Причем он даже подхватил тексты, а там кроме английского еще греческий, древнееврейский и арамейский. И главное, он подхватил сноски. Причем очень симпатично. Их расставил прямо как в солидном издании. Но чтобы так было и у вас, сноски, естественно, надо расставлять в Word автоматически. Через сервис сноски, а не вручную. Ну в общем да, все тут есть, все очень цивильно выглядит. Даже оглавление тут есть, но не очень понятно, что это за оглавление. Теперь можно заняться редактурой. Вернее, если вы изначально думаете о тексте как о книге, то есть продумываете все на стадии Microsoft Word, то и редактировать ничего не надо. Он все прекрасно понимает. Вот этот крупный текст он воспринимает как название глав. А вот это он считает за стихи. Забавно. А вот тут он действительно определил стихи. Изначально это действительно стихотворная форма. Поэтому давайте поудаляем все, что было в тексте жирном, что он принял за главы и как-нибудь назовем первую главу. Вступление. Да, логично. Все, она появляется в оглавлении. И где-нибудь вставим еще одну главу. Вот здесь, например. Говорим, что это глава и она тоже появляется в оглавлении. Ну и здесь, как вы уже наверное поняли, содержатся все доступные варианты форматирования текста. А здесь можно выбрать общий стиль форматирования. Шрифты, расстояния. Их тут много и все достаточно гармоничны. Естественно, каждый под свою задачу. Вот, например, отличный пример для любовных романов. Ну и все. Классические инструменты форматирования, болт и талик и так далее. А здесь дополнительные настройки макета. Иллюстрации, как их размещать, колонтитулы и собственно сноски. Можно внизу страницы или на последней странице. Ну и все. Теперь можно заняться обложкой. Либо воспользоваться встроенным редактором. Тут есть какие-то иллюстрации, какое-то количество шаблонов. Либо воспользоваться, как несложно догадаться, сервисом canva.com, который я всячески советую. Не потому, что они мне доплачивают, хотя хотелось бы, а потому, что он очень удобный. И тут просто гора шаблонов. Есть отдельная категория электронной книги. Ссылка на видео по работе с canva.com есть в описании к этому ролику. Соответственно, сверстанную в canva обложку вы добавляете сюда, в готовые обложки. Ну и все. Скачиваем. Тут это находится в закладке публикация. Для публикации необходимо заполнить соответствующие поля. Но мы этого делать не будем. А нажмем вот сюда. Скачать книгу. Бесплатно он дает возможность скачать только ePub, но в принципе больше и не надо. ePub понимает все, наверное, электронные книги. Но если вам нужно вот именно fb2, например, ничего страшного. Скачайте ePub и переведите потом бесплатным конвертером в fb2. Форматирование при этом должно сохраниться. Наверное, не обязательно после просмотра этого скринкаста сразу отбросить все дела и срочно заняться написанием книги. Но просто запомните, что такой инструмент есть и когда-нибудь он вам обязательно пригодится. Все, любите друг друга, читайте книги. Даже в наше цифровое время книга остается неоценимым источником развития личности. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.